Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Можно сказать, что это видео посвящено всем тем, кому надоел парфюмерный контент на моем канале. Сегодня я покажу свой заказ Faberlic. В основном здесь будет косметика, будет только один аромат и также я покажу вам рюкзак, который я заказала впервые в Faberlic и расскажу свое мнение. Если вам интересно, то оставайтесь со мной и я желаю вам приятного просмотра. Начать я хочу с помады, которая у меня сегодня на губах. Я заказала в Faberlic помаду. Помада называется матовая помада для губ, первая леди и она у меня в оттенке Art 44-054. Мне помада очень понравилась. Во-первых, я очень люблю такой цвет лилово-фиолетовый, немножко с розовым подтоном. Мне лично кажется, что мне этот цвет идет. И сама помада восхитительный футляр, необычный, он еще и с зеркальцем. Здесь сверху нужно нажать для того, чтобы помада выехала. Помада матовая, но при этом она комфортная на губах, она остается устойчивой, но губы абсолютно не сушат. И я, в общем, очень сильно довольна своей покупкой. То, что нужно на лето, буду с огромным удовольствием пользоваться. Следующее, что у меня есть, это мицеллярная вода, которую я уже в третий раз покупаю в Faberlic. Мне нравится, как она очищает мою кожу от макияжа. Она не щиплет, не раздражает никак ни кожу, ни глаза. И при этом хорошо смывает макияж, даже довольно-таки стойкий. Объем здесь 300 мл и очень доступная цена в каталоге. Следующее, что у меня есть, давайте как раз-таки это будет парфюм. В Faberlic появился новый аромат, который называется Jolly Jolly. И я многого от него не ожидала, но он мне очень понравился. Наверное, как-то он попал в мое настроение сейчас. Мне кажется, что это то, что нужно на лето. Ну, во-первых, здесь очень красивый флакон, который не оставляет меня равнодушный. Посмотрите, как он выглядит. Давайте я познакомлю вас с пирамидой, которая заявлена в каталоге. Пирамида это микс груши и зеленого мандарина. Также букет нимфея, пиона, примулы, нектарин и мускус и сандал в шлейфе. По факту это очень позитивный аромат. Для меня он какой-то лимонадно-леденцовый. Я чувствую здесь и грушу, и какие-то цитрусы. Он очень непринужденный, вызывает у меня позитивные чувства, поднимает настроение. Просто парфюм, когда не хочется никаких сложностей, когда хочется такого игривого, легкого настроения. При этом, знаете, он не слишком сладкий. Здесь есть умеренная сладость, но это такая цветочно-фруктовая композиция. Это летнее настроение, летний парфюм. Буду с огромным удовольствием его носить. Я его носила вчера, я не могу сказать, что он очень стойкий, но вчера у меня в городе было очень жарко, и это то, что было нужно. Следующее, что у меня есть, это жидкое мыло, которое я всегда покупаю в Фоберлик. Жидкое мыло. В этот раз купила аромат малиновый мельфей. Очень люблю то, как оно пахнет. Это аромат натуральной малины. Объем 200 мл. Не сушит кожу рук, отлично пенится. В общем, что еще нужно? Дальше я покажу вам то, что я купила не себе. Дело в том, что у меня в июне день рождения, 24 июня. Но в июне не только у меня день рождения, но и у моего двоюродного брата. У него день рождения 25 июня. И в этот раз в каталоге я прикупила ему часть подарка, который планирую вручить. У меня здесь мужская серия, которая называется «Восьмой элемент». И я купила для него вот такой парфюмированный гель для душа. Объемом 150 мл. И давайте, кстати говоря, узнаем, как пахнет. Нет, оно запечатано, узнаем на чем-нибудь другом. Потому что то, что запечатано, распечатывать я не хочу. Все-таки это подарок. Следующее, что у меня есть из этой серии, это шампунь. И шампунь как раз-таки не запечатан. Давайте узнаем аромат. Ну, такая, знаете, классическая мужская душка. Вроде как приятная. Объемы шампуня 250 мл. Я уже в каталоге заказывала мужскую косметику. Тоже дарила своему двоюродному брату. И вроде как он остался доволен. Следующее, что у меня есть, это бальзам после бритья в небольшом объеме 75 мл. Но я не сильна в этом. Но, по-моему, все бальзамы после бритья выпускаются в не очень больших объемах. Еще я купила гель для бритья. У меня здесь полная серия вырисовывается. Объем геля для бритья 100 мл. И последняя из этой серии, это парфюмированный дезодорант для мужчин. В общем, 5 вот таких одинаковых баночек из одной серии. Надеюсь, что моему двоюродному брату понравится. Также, что я купила еще? Купила новинку каталога. Это автозагар для лица и тела. Он стоил очень недешево. Я покупала до этого много лет автозагар от Ифроше. Он мне очень нравился. Это было молочко для тела с легким эффектом загара. Как раз-таки я не получала никаких пятен на коже. Для меня это было идеальное средство. Но, по-моему, его сейчас сняли с производства. И поэтому я ищу хорошую альтернативу. Решила попробовать вот этот вариант от Фаберлик. Объем здесь 100 мл. Но я думаю, что его хватит намного. Потому что автозагар все-таки тоннами мы на себя не наносим. Написано, что это нежная тающая текстура. Она обеспечивает комфортное и равномерное распределение. Быстро впитывается и не оставляет оранжевых пятен и полос на коже. Это самое важное. Я вчера попробовала. И я нанесла его на руки. Пока действительно не вижу никаких оранжевых пятен. И для меня это огромный плюс. И мне кажется, что все-таки тон моей кожи немножко приобрел оттенок загара. Но я и так загораю. Я хожу на дачу, я хожу в сад. И загар прилипает ко мне, как мне кажется, в конце весны. На начале лета уже больше, чем нужно. И у меня сильно загорел лоб. Мне это не очень нравится. Но все-таки я люблю загорелое тело. Поэтому буду пользоваться этим автозагаром. Автозагар даже хорош не летом, а в зимнее время года, когда мы ходим бледные, как поганки. Следующее, что у меня есть. И последнее, да, из косметических товаров перед рюкзаком. Это вот такой гель для душа. Это новинка в линейке. Она называется Япония. Если помните, я вам показывала такие же гели для душа. Там было Бали, Непал, что-то еще не помню. Так вот, вышла еще Япония. И мне очень понравился аромат этого геля для душа. Мне кажется, что он пахнет какими-то цитрусовыми, мятными конфетками или леденцами. Объем 250 мл. Кстати, что сказано? Что входит? Итак, здесь входит лимон и базилик. Ну, вот базилик я приняла за мяту. Но, в общем, смысл понятен. Классный гель для душа. Люблю вообще гели для душа от Фаберлик. И теперь самая неоднозначная моя покупка. Это рюкзак. Куда я его поставила? Скажу сразу, я, когда его получила, немного была разочарована, потому что, видя его в каталоге, я представляла его несколько иначе. Покажу рюкзак, который я купила. Вот он, собственно говоря. Во-первых, я думала, что он будет меньше, и я давно себе хочу приобрести рюкзачок, но чтобы он был маленький, а не такой, чтобы в него поместилась вся моя жизнь. Этот пришел большой. Во-вторых, в каталоге я не разглядела, что здесь такой замшевый элемент. И этот замшевый элемент меня как раз-таки немножко смущает. И, в-третьих, я немного недовольна качеством самого рюкзака. Во-первых, здесь вот этот шнурок, который затягивается. Из-за того, что этот шнурок кожаный, затягивается он откровенно плохо. Я как бы его подтягиваю, но нормально он не стягивается. Плюс ко всему держится плохо. Во-вторых, здесь торчали нитки. Здесь была какая-то грязь под крышкой. Не то чтобы грязь, возможно, вот эти черные элементы, которые красились, они отпечатали. Но это не то, что я хотела. Но, с другой стороны, вроде как я смотрю на него, и вроде как он нормальный. Наверное, я буду его носить, но, может быть, не так часто, как я хотела. Потому что я хотела маленький универсальный рюкзачок, в который поместятся ключи, телефон, там, что-то еще. Но чтобы он не был громоздким, чтобы я могла его везде с собой таскать. И мне, в первую очередь, было удобно. А большие рюкзаки, они тяжелые сами по себе. У меня болит спина, это моя постоянная история. Поэтому сумку кроссбоди через плечо я носить не могу, потому что у меня болит то одно, то другое плечо. Я хотела облегчить себе жизнь с рюкзаком, но, видимо, не с этим, потому что он очень большой. Из плюсов у него дно твердое, из плюсов он большой, кому нужен большой рюкзак. И я могу отметить, что у него довольно-таки удобные ручки. Ручки не режут плечи, они мягкие, они универсальной длины, хотя, по-моему, их можно перерегулировать. Ну, может быть, я ошибаюсь, но мне длина ручек подошла. Давайте покажу вам, что внутри. Внутри один большой сплошной карман, и плюс здесь есть вот такой карманчик на молнии, в который, например, можно убрать деньги, карту, телефон и не переживать за них. Хотя телефон, наверное, туда не влезет. Нет, влезет, влезет, телефон влезет. Ну, в общем-то, на самом деле неплохо, просто всегда говорю, не ожидайте слишком многого для того, чтобы потом не разочаровываться. У меня вот это ожидание, реальность, это очень частая история. Я что-нибудь закажу вслепую и потом напредставляю себе каких-то образов, после чего я разочаровываюсь. Поэтому не мечтайте слишком много, чтобы не было вот этого ожидания, реальность и чтобы не разочаровываться. Возможно, если бы я не намечтала, то я бы так не разочаровалась. Рюкзак на самом деле нормальный, просто я хотела бы, чтобы он был поменьше. Напишите свое мнение, как вам этот рюкзачок. Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. И также пишите, если вы с чем-то знакомы из того, что вы увидели в сегодняшнем видео. У вас есть свое мнение, то пишите его в комментариях. Я, как всегда, с удовольствием почитаю. И также, если у вас есть какие-то любимые товары Фаберлик, то посоветуйте мне что-нибудь попробовать. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok